МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы на Евровидение попали со второго раза. Первый раз, когда вы шли от Белоруссии, вы заняли первое место, но послали кого-то другого. Знаете, когда люди говорят о том, что вот они на самом деле заняли первое место, но так вот все получилось, что на самом деле не они поехали, я к этим историям немного с опаской отношусь, немного с недоверием. Там кажется, что этот человек, это он считает, что он занял первое место, а на самом деле ничего подобного. Пока эта история действительно не произошла со мной. Я не попала на Евровидение, которое тогда, по-моему, в Турции проходило. И в тот год победила Руслана на Евровидении, и оно проводилось на следующий год в Киеве. И у меня, знаете, такая была очень-очень сильная интуиция, что я поеду в Киев на Евровидение. Я еще тогда пожалела немного. Боже, ну почему в Киев? В Киев я и так могу съездить, купить билеты на поезд или на самолет и поехать. Нет, чтобы где-нибудь в Копенгагене или в Лондоне. Почему Киев? Но эта интуиция была стопроцентная, я не ошиблась. И действительно, на следующий год я поехала на Евровидение в Киев. Ну что, друзья мои, вот все девять участников, которые заявлены у нас в финале. Результаты телефонного голосования страны. Таблицу, пожалуйста. Наталья Подольская! Наш самый известный музыкальный критик Артур Каспарян написал, Россия такая большая страна, неужели у нее нет своих талантов, чтобы посылать на Евровидение гражданку Белоруссии Наталью Подольскую? На тонный критик, чтобы писать что-то критикующее. На самом деле, мне кажется, что именно творчество и искусство такая вещь, которая не имеет национальности. Поэтому мне выдалась такая возможность поехать на Евровидение, я ей воспользовалась. И я не жалею ни о чем, даже о 15-м месте, которое я там заняла. Я вас научу, как лучше рассказывать о своем выступлении на Евровидении. Вы должны говорить, я заняла то же место, что и Алла Пугачева. Вот видите, опять случайность или закономерность уже, я не знаю. Да, это так. А кто ей посоветовал ехать на Евровидение, чтобы первая звезда российской эстрады заняла 15-е место? Я уверена, что это лично ее решение, решение Аллы Борисовны. И она сама захотела туда поехать и поехала. Наташа, вы делите всех женщин на три категории. Стерв, суперстерв и стервочек. А мужиков как вы делите? На две категории. Фонтярщики и нормальные. Я просто жутко не люблю в мужчинах такое качество, когда они начинают хвастаться. Болтуны. Мама моя их называет болтуны. Которые могут наболтать и рассказать вот все просто, как нужно и как делать. А вот до дела не могут дойти. Только языком почесать. Мне кажется, что настоящий мужчина, если совершил какой-то поступок, он не должен об этом болтать. Это само собой разумеющееся, правда? Я уверена, что вы такой. Вы молодец. Я, конечно, совсем не такой, но не хочется признаваться. Я думаю, вы скромничаете. Это как раз подтверждает мою теорию. А то, что настоящий мужчина не будет кричать в своих достоинствах. Что еще вы не любите в мужчинах? Я больше люблю говорить о том, что я люблю в мужчинах. Рассказывайте. Я очень люблю в мужчинах чувство юмора. Для меня вообще в людях самое главное – это чувство юмора. Когда смеешься от души, когда не делаешь вид, что тебе смешно. А такое настоящее чувство юмора. Кстати, оно может совпадать или не совпадать. Иногда какая-то чья-то шутка может у всех вызывать смех, а тебе она непонятна. Кстати, все анекдоты мне рассказывают минимум два раза. То, что я не всегда их понимаю с первого. Я вообще в людях люблю доброту. Жизнь сложная, наверное, и действительно. Но несмотря ни на какие проблемы, нельзя становиться злыми. Потому что очень много вокруг людей, которых я знаю, которые как-то я вижу, в них какие-то изменения. Вот рядом с ними находишься, а у них какие-то жизненные обстоятельства тяжелые, и они становятся злыми. Вот это очень больно наблюдать. Нельзя становиться злыми. Нужно все равно, хотя, может быть, это тяжело, но доброту свою, природную, оставлять в себе и развивать. Но добрым надо быть к хорошим людям, а если встречаются всякие редиски, им же надо вообще показать жесткость. Жесткость – это же не злость, правда? Жесткость надо показывать, естественно. Нельзя спускать с рук какие-то обиды, но нельзя быть злым при этом. Вот вы, например, однажды сказали всяких репортеров с желтой прессы и фотографов. Я вот эти встречи как врежу. Ну, это же не злость-то, а это как раз такая... Врезала, чтобы отключилась на три часа. Да, я врежу от души. Никто и никогда так не любил В одиночестве морских глубин Но только так на самой глубине Ты еще сильнее нужен Вот знаете, есть люди, которым любой пиар хорош. Черный, белый. Вот я черный и специальный пиар очень люблю. Он просто не так внутренний, знаете, вот так вот. Знаете, много бывает звонков, когда звонят какие-то программы и предлагают Наташа, вот у нас такой и такой сюжет. Давайте снимем вас. Я говорю, а у меня нет истории на эту тему. Давайте придумаем. Я всегда отказываюсь, потому что я не могу придумать. Я когда начинаю рассказывать придуманное, то я путаюсь, вру, забываю, что говорила. В общем, получается полная ерунда. И я понимаю, что такой вот придуманный пиар это не для меня. Просто вы любитель экстрима. Зачем по мелочам врать, когда лучше идти в цирк со звездами? Да, был цирк со звездами на Цветном бульваре. Я, знаете, было ощущение, что устроилась на работу. Вот устроилась на работу с полным рабочим днем. От звонка до звонка только зарплату нам не платили. А так все были удовольствия, потому что я вообще в жизни ненавижу спорт. Я так не люблю, мне ну так лень заниматься спортом. Но тут ради проекта, ради такого действия я делала это каждый день по 5-6-7 часов занималась в цирке. И это было очень интересно. Я не жалею. Подкачала пресс. А правда, что доктор медицинских наук Ивена Малышева сказала, следующая передача будет «Звезды на операционном столе». Да, она так пошутила и сказала, не дай бог, будет такая программа. И мы с Володей решили, что а потом, после такого шоу, будет шоу «Секс со звездами». В моей передаче Володя признался, что он стал мужчиной в 12 лет. Это как-то сказывается на его поведении? Если честно, я не очень люблю думать о процессе, который там, которым там когда-то занимался с кем-то там Володя, но эту историю я знаю. Как вы познакомились с Володей? Мы познакомились совершенно случайно, когда не ждал этой встречи ни один из нас. И каждый был на таком разочарованном этапе своей жизни. И я, и Вова. И это было на съемках программы «Большие гонки» летом 2005 года. И там мы познакомились, и знаете, какая-то вспышка такая произошла. И у него, и у меня, и вот все вот так вот, в общем-то, как вы видите, и осталось. А страсть сразу бросила вас в объятия друг к другу? Да. Причем такая какая-то она была немного с болью, потому что, вот я уже говорила, такие были печальные до этого опыты и у меня, и у Володи. Но, видимо, любовь все-таки и страсть побеждает. Если людей тянет друг к другу, они не могут этому сопротивляться. И, кстати, этому не нужно сопротивляться, потому что все равно потом... Потому что был этап, когда мы сопротивлялись, точнее, я. Мы простречались два месяца, и после этого я решила прекратить отношения с Вовой по некоторым причинам. Но все равно любовь и страсть взяли свое, и буквально через полгода мы опять стали быть вместе, как сказать, стали жить вместе. И здорово. Я верю в любовь. Между нами стена, ночь разлуки темна, но иду я дорогой тревожной, чтобы прижаться к тебе, чтобы признаться к тебе, что мне жить без тебя невозможно. Но у него как будто все было очень благополучно. С Кристиной они не просто не врагами расстались, а просто как брат с сестричкой. Со второй женой тоже как будто все в порядке. Ну, это удивительное свойство характера Володи, я думаю. И он не может ссориться с людьми, он никогда не помнит обид, он всегда помнит только хорошее, и он вообще очень любит людей, а люди любят его. И это такое уникальное качество для человека. Не все обладают такими качествами. Вот он человек свет, к нему люди тянутся. Но он молодец, он вас держит в тонусе. Я читал, что вы самое большое удовольствие получаете от того, что готовите ему еду. Да, действительно, получают это удовольствие. Я просто во время готовки отключаюсь абсолютно от всех проблем, абсолютно от всех мыслей. Не проблем, а мыслей скорее. И я думаю только о блюде, которое я приготовлю. Заготавливаю, его как-то украшаю, что-то там выдумываю. Мне это доставляет огромное удовольствие, потому что, видимо, это не такая моя жесткая обязанность. Знаете, вот надо делать, и все. Если вы так любите готовить, откуда у вас такая великолепная фигура? Все уходит в мозг. Все, что я ем, оно откладывается у меня в голове. И еще он, кстати, наверное, потому что мы родились вместе с Юлей. Мы были 2,500 и 2,300. Я была 2,500, Юля 2,300. И вот весь наш вес друг к другу напополам. Она тоже худенькая. А еще я читал, что главный секрет вашей диеты, что вы плотно едите после 8 вечера, да еще ночью добавляете. Да, это я очень люблю делать. Чистить холодильник вечерами. Ну, откуда же такая стройность? У меня такой жизненный режим, что у меня день-то начинается не в 8 утра, и не в 7, как у многих людей. А он у меня начинается попозже. Не буду говорить во сколько. И чаще всего у меня завтрак совпадает с нормальным обедом, да, с нормальным обедом для нормальных людей. И спать я ложусь не в 9, не в 10, а в 3, в 4, в 5. У меня просто смещен день. Я вампир. Я живу ночью. Наташа, вы получили красный диплом юриста. Мой папа был юристом, мой дедушка, его папа был юристом. И гуманитарные науки у меня всегда лучше получались, так и было принято решение поступать на юридический. Но у вас красные дипломы – это семейные, потому что ваша сестричка-близняшка… Двойняшка. Двойняшка. Тоже с красным дипломом. Юля вообще в плане учебы моя гордость, потому что она получила два высших образования – экономическое и программиста. И оба эти образования с красным дипломом закончила. А в чем разница между близняшками и двойняшками? Это очень принципиальная разница. Мы двойняшки, мы разнояйцевые. У каждого из нас в мамином животике была своя отдельная оболочка, своя отдельная комната, каждую площадь. А близняшки, насколько я знаю, это дети однояйцевые, и вот как-то в этом различие есть. И мы всегда-всегда поправляем людей, что мы не близняшки, а двойняшки. И если нас увидеть рядом, можно уловить какое-то сходство, хотя мы абсолютно не похожи. Я читал, что вы с сестрой отправились в модельную школу, и там превратились из гадкого утенка в белого лебедя. У нас были уроки дефиле, была аэробика, были курсы визажистов, мы научились, как правильно краситься. В 13-14 лет мы не красились, но просто мы уже знали, как нужно, чтобы не уродовать себя. Знаете, этот дикий переходный возраст, когда стрелки, тогда дети выглядят в таком возрасте старше, чем лет 25. У меня такое ощущение. По крайней мере, я выглядела старше, чем сейчас. А вы работали как модель? Очень часто приглашают на показы. Здесь в Москве, на неделю моды в Москве, в качестве модели. Я с удовольствием принимаю такие предложения. Мне очень нравится выходить на подиум, тебя узнают, тебя хлопают, ты носишь красивые вещи, и мне это очень нравится. Вы еще снимались в мужских журналах. К этому тоже готовила школа моделей? Сниматься в журналах в любых, не только в мужских, но и в женских, и в газетах. Это вообще неотъемлемая часть моей профессии, моего любимого дела. И я это делаю с удовольствием, но у меня одно условие. Я ни за что, пока, никогда, никогда не говори никогда, но тем не менее, пока у меня такой жесткий принцип, я ни за что бы не сняла сейчас обнаженной. Потому что мне кажется, у нас так все на показ, так сложно что-то утаить. Ну хотя бы тело мое оставьте мне. Хотя я знаю, что в интернете очень много фотографий, типа я вот обнаженная, хотя это не так. Я никогда не снималась обнаженной. То есть они вас тайно сняли? Я думаю, что это монтаж. Ну можно сниматься так немножко приодетой, но настолько эротичные позы, что это будет сильнее, чем обнаженная. Мне кажется, что в этом и есть гораздо больше искусства, чем сниматься просто голой. Потому что голое тело, оно просто голое, и все. Можно только посмотреть, какая фигура. А когда есть одетость, то всегда интересно раздеть, по крайней мере, так обычно говорят мужчины. А как Володя Пресняков относится к вашим съемкам в мужских журналах? Ему очень нравится, и бывают действительно красивые фотографии, очень интересные, и многие из них мне нравятся. И самое главное, не переходить грань дозволенного. Я пока эту грань не перешла. То есть Володя не ревнив? Нет. Знаете, мне очень повезло в выборе мужчины, потому что он тоже артист, он, так как и я, знает все нюансы этой профессии, все плюсы, все минусы, все возможные вытекающие последствия, которые можно даже не успеть проконтролировать. И очень много в нашей жизни уже было, и, наверное, еще будет очень много каких-то неприятных статей для нас обоих. Но нам достаточно знать, что правда и что неправда. И доверие в этом смысле нам очень сильно помогает. Но все-таки, если ты намного старше своей жены, то ревность обычно присутствует. На сколько лет Володя вас старше? Володя старше меня на 14 лет, но, наверное, все говорят именно так, у кого есть разница в возрасте, что мы этой разницы не чувствуем. Но мы действительно ее не чувствуем, потому что вам, наверное, приходилось общаться с Володей, он был у вас в гостях на передаче. Это человек, который вот абсолютно не соответствует своему возрасту. Кстати, мне кажется, что если разница не превышает 15 лет, то все-таки это люди одного поколения, и тут нет какого-то такого подозрительного чего-то. А как Никита относится к мачехе? Вы же мачеха. Я мачеха, как смешно. Но Никита уже взрослый мальчик, и я, конечно, не мачеха. Я надеюсь, что... Нет, вы добрая мачеха. Я вообще добрая. У нас очень приятельские, дружные отношения, и мы всегда друг другу рады. У него ярко-рыжий цвет волос от природы, и ему он безумно идет. Он очень красивый мальчик, и он очень похож на Володю. Это копия его, когда я увидела его первый раз. И, знаете, такая немая сцена. Я смотрю, что вот Володя. Нет, вот он. Нет, где же Володя? Они так безумно похожи. Причем, мне кажется, это такое настоящее чудо природы, когда видишь, как дети похожи на своих родителей. Не всегда это встретишь, но у них сходство очень сильное. Причем не только внешнее. Оно в смехе, оно в какой-то жестикуляции, в манере разговаривать. Вы про себя сказали, что выбрали рыжий цвет волос, потому что рыжие – это характер. Когда я выбирала рыжий цвет волос, я не думала ни о характере, ни о чем. Просто мне он очень нравился, и все говорят, что он не идет. Сейчас я почти блондинка. Все шутят на то, что не сказывается ли теперь блондинистый цвет волос на моих собственных способностях. Но вроде пока не сказывается. Вас одинаково воспринимают окружающие как блондинку и как рыжую? Я столкнулась с таким новым или давно забытым обстоятельством, что меня стали меньше узнавать. Когда-то же меня вообще не узнавали до «Фабрики звезд». И это немного такое странное чувство, потому что я изменила прическу, изменила цвет волос, и люди присматриваются, прежде чем узнать меня. Но, наверное, это временное обстоятельство, скоро оно пройдет. Прекрасная страна любовь, и только в ней бывает счастье. Вячеслав Зайцев утверждал, что женщина не должна носить кофту с глубоким вырезом и мини-юбку. Вы с этим согласны? Абсолютно. Я очень большая модница, обожаю красиво одеваться, и я абсолютно согласна, что некоторые вещи нельзя мешать. Например, вот глубокий вырез и мини-юбку. Или глубокий вырез, или мини-юбка. А почему и то, и другое нельзя? Это вульгарно. Многие мужчины, по-моему, это одобрят. Ну, многим мужчинам нравится вульгарность, да. Мэрилин Монро была очень вульгарной. Помните ее? Ну, ее длина-то вот такая, ниже колена или по колену. И глубокий вырез. То есть вы по рецепту Мэрилин Монро работаете? Я живу, кстати, в счастливое время в плане моды, когда модно абсолютно все. Нет такой определенной моды, да. Сейчас в моде эклектика, собирательные наряды, можно накрасить яркие губы и можно выйти вообще без макияжа, можно заплести косичку, можно одеть длинную юбку, короткую, любую юбку. Все это сейчас актуально и модно. Я прочел в Комсомольской правде, что Игорь Каминский претендует полностью на все ваше творчество. Продюсеры считают, что если они заключают контракт с артистом, то он попадает им в рабство. И это действительно именно так. Почему-то Игорь Каминский считал, что ему принадлежит право на мое имя, которое мне дали мои родители, на мое изображение, которое, ну вот, ну, вот меня пойдет, человек на улице сфотографирует и вот где-то напечатает, а это, оказывается, ему принадлежит. Хотя это мое личное право человека. Но он так считал. И вот все, 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 что мой голос ему принадлежит, записанный где-то. Хотя это тоже невозможно, правда? Я с вами говорю, а это принадлежит ему. Это же глупо, правда? Но это все, наверное, из-за того, что не развита еще эта отрасль юридическая. Но, тем не менее, в суде, к несчастью, или к счастью, к несчастью, что это был суд, а к счастью то, что мы все-таки доказали, что это не может быть. Так, и все, конфликт исчерпан. Успехов вам! Спасибо, Иван. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...